Там двойной периметр, контрольная следовая полоса. Итак, начинается небольшое приключение. 4 сентября 1947 года началась история организации, которая на протяжении всех последующих десятилетий внушала страх потенциальному противнику Советского Союза и являлась главной сдерживающей силой в период противостояния двух сверхдержав – 12-го главного управления Министерства обороны. Впрочем, тогда название было другим – специальный отдел Генерального штаба Вооруженных сил СССР. На момент своего создания задачей структуры была организация испытаний ядерного оружия и изучение поражающих факторов, а также разработка средств защиты войск и гражданского населения в случае нанесения ядерного удара противникам. Сейчас эта могущественная организация обеспечивает хранение и снабжение всех родов Вооруженных сил ядерным оружием и отвечает за безопасность во время его хранения, обслуживания и транспортировки. И вот передо мной простирается территория одной из баз хранения 12-го главного управления. Я сейчас прошел вдоль действующей территории, где проход перекрыт действующей военке. На самом деле там все достаточно серьезно охраняется. Там двойной периметр, контрольно-следовая полоса, кругом вышки с камерами. Мне сейчас надо теперь пройти в заброшенный бункер, который относится именно вот к этой ВЧ. Забегая вперед, скажу, что и территории, и бункеры оказались вполне живыми. И то, что у Яндекса обозначено дорогой, на самом деле таковой не является ни капли. А дальше мне приходится пробираться через вот такие вот перди по висимому лесу. Мы в такие шагали-дали, что не очень-то и дойдешь. И вот на опушке вырисовывается первый объект. Понятно, что это разграбленное абсолютно пустое здание. Мне не интересует, но я просто надеюсь отсюда дальше пройти более приличной дорогой. Тут это здание окружает кучу блиндажей. Так вот световые глядят. Вот там вот действующая военка. Сейчас я попробую приблизить и показать. Вот такая огневая точка тут стоит для защиты въезда на территорию ВЧ. А здесь, наверное, должна была быть буточка для собаки. И вот оно, цель моего путешествия. Здесь же стоит еще одна огневая точка. Точнее, даже не одна. Это обвалованное землей бетонное сооружение хранилища ядерных боеприпасов. Прилегающая территория, обнесенная периметром из колючей проволоки, раньше была зоной особого доступа. Попадать сюда мог только обслуживающий хранилище персонал. Конечно же, этот бункер в плачевном состоянии. Так, я уже внутри этого бункера. Здесь, конечно, все хорошо горело. Вот это вот было дизельное, судя по всему. Надо предположить, что это как раз туалет. Вот это помещение, фильтры вентиляционные. Не забывайте, дорогие друзья, что я сейчас нахожусь на территории действующей воинской части. Реактор щитовая. Реактор щитовая. Естественно, в полу положено кабель-карабы. Очень симпатичная дверька. Гермо-дверь. Сейчас посмотрим, что можно делать с сайной гермо-дверью. Интересно, что здесь сделан так называемый фальш-панталок. Размер двери просто впечатляет. Очень впечатляет. Помещение весьма и весьма больших размеров. В центральном зале хранилища производилась разгрузка ядерных боеприпасов. Дальше они складировались в специальных помещениях, расположенных по обеим сторонам от этого зала. При необходимости, в зависимости от степени готовности боеприпасов, здесь же проводилась их сборка перед выдачей в боевые части. Для проведения погрузочно-разгрузочных работ все помещения были оборудованы узкоколейкой. В центральном зале были расположены разворотные круги. Все перемещения ядерных боеприпасов внутри хранилища производились на специальных тележках. Везде в каждое помещение подходило узкоколейкой. И вот здесь как раз, скорее всего, и находились, и хранились изделия. И табличка нарушения. Порядка работ грозит пожаром. Еще одно помещение с распределительными устройствами. Здесь все затоплено. Скорее всего, здесь находился ввод электричества на объект. Вот так выглядит помещение, где подготавливался воздух, дородился до определенной температуры и влажности. При хранении ядерных боеприпасов соблюдался строгий температурный и влажностный режим. Особенно требовательными к соблюдению климатического режима были боеголовки первых годов выпуска. Температура в помещениях хранилища поддерживалась в диапазоне от 5 до 15 градусов по Цельсию, влажность от 40 до 70%. Интересно, что в этом помещении была мощная вентиляция. Здесь находился электромотор, который приводил вот этот вентилятор. Циклон движения воздуха, видимо, попадал через вот эти радиаторы. Нартиаторы еще охлаждались и нагревались за тем, чтобы температура в помещении имела определенное постоянное значение. И дальше воздух подавался по такой мощной трубе в помещении. Здесь же находился компрессор. От компрессора, мы можем видеть, идет небольшая трубка. В основном воздуховод, скорее всего, это было сделано для осушения воздуха. А вот она дизельная, с баками для топлива и масла, с радиатором. И у их дизеля остался один постамент и запах. Паспорт объекта ремонта. Подобное сооружение существует и функционирует совсем недалеко, за двойным периметром с колючей проволокой. И это хранилище скоро будет отреставрировано и будет использоваться по своему прямому назначению. А я прощаюсь с вами. Всего вам самого наилучшего. Не забывайте подписаться на наш канал и, конечно же, ставьте лайки.